Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. В представлении большинства медведи бывают только бурые, ну и максимум белые. Однако есть еще и панды и их прародитель, очковый медведь и черный медведь. Обо всех них есть ролики на канале. Но сегодня нас интересует главный индийский драчун с тиграми. Встречайте губача, индийского медведя, чей внешний вид настолько своеобразен, что он получил прозвище медведя-ленивца. Косматая шерсть, гигантские серповидные когти, работающие крючками при подъеме на дерево, странная походка, это черты ленивца, ролик о котором тоже есть. Но отдельно стоит сказать не об одежке или ноготочках, а о губах губача. Его легко узнать по длинному и подвижному рылу, причем губы у него голые и могут сильно выпячиваться, образуя подобие хоботка. В общем, все при нем. Мечта любой девушки. К тому же телосложение у губача стройное, однако он немного крупнее беруанга, ролик о котором вы сможете найти в плейлисте «Животные Европы и Азии». Длина тела губача до 180 см, хвоста еще 12 см, высота в холке до 90 см. Весит он максимум 140 кг, но обычно 90 кг. Самцы на 30-50% крупнее самочек. Именно поэтому из-за своих размеров он постоянно получает затрещины от местных тигров и леопардов. Так зачем же губачу такие губы? Медведь-губач, как и муравьед, в ходе эволюции адаптировался к питанию насекомыми, муравьями и термитами. Это не типично для других медведей. Большие серповидные когти приспособлены для лазания по деревьям, рытья и разрушения термитников. Губы и морда почти голые и очень подвижные, а ноздри могут произвольно смыкаться. Зубы мелкие, причем два центральных верхних резца отсутствуют, создавая проход, как бы продолжающий трубку из вытянутых подвижных губ, а язык очень длинный. Такие физиологические суперспособности позволяют губачу при добыче насекомых сначала с силой выдувать из их разрушенного жилища пыль и грязь, и только потом всасывать тысячи несчастных муравьишек сквозь вытянутые губы. Кстати, шум при этом всасывания довольно громкий, что привлекает разных нехороших особей, в том числе и голых обезьян. Кстати говоря, разрушив улей, губач не откажется и от сладенького. За его любовь к меду его еще и прозывают медовым медведем. Зачем медведь пытается эволюционировать в муравьеда? Кстати, ролик о гигантском муравьеде вы найдете в плейлисте «Животные Америки». Да просто подобная диета позволяет нашему смешному мишке выживать даже в самых отбитых условиях. Правда, совокупные усилия больших диких кисок и голых обезьян все-таки привели к отрицательному росту популяции губачей. Любит обитать губач в тропических и субтропических лесах, днем спит, а ночью ведет свой насекомоядный образ жизни. У мишки хорошо развитое обоняние, но зрение и слух слабые, так что губачу нетрудно близко подкрасться. Однако, делать этого не стоит. Этот медведь способен бежать быстрее человека. И хоть губачий не агрессивен, насчитывается 735 нападений губачей на людей, 48 из которых стали смертельными. Хотят любви губачи всегда. Однако отдельно взятая мамаша может подарить миру не больше трех маленьких губачей раз в три года. И это очень мало и медленно. Первые три месяца малыши путешествуют на спине у мамы, ибо врагов у них хоть отбавляй. Однако мамы, несмотря на свою мелкость и слабость, без боя никогда не сдаются. Они стараются дать отпор всем, даже тиграм, которые в два раза больше их. Что весьма похвально. Живут губачи целых 40 лет. Однако с недавнего времени милые губачи сумели таки попасть в международную Красную книгу. И, как обычно, виной этому далеко не кошки, а обезьяны. Их долгое время считали вредителями сельскохозяйственных угодий, а их желчные пузыри применяются в традиционной азиатской медицине. А как Вы думаете, у смелого губача есть хоть один шанс против тигра? Я думаю, смелость многое берет. Вспомните хотя бы бесстрашного медоеда. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим Вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю Ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.